Сегодня, 29 мая 2010 года, я встречаюсь с ветераном Великой Отечественной войны, Орлянским Павлом Васильевичем. Представьтесь, пожалуйста. Я Орлянский Павел Васильевич. Родился в 1923 году, 24 января, в начале года. Где вы родились? Родился я в Шламинске, там, где мои родители, мама и папа в этом городе, жены родились. Учился я в школе, в Игорсальских школах железнодорожных, да, школа номер два была у меня. Потом перешли мы в школу по улице Свердлово, новую, которую построили. Там у нас была семилетка, поэтому я перешел в другую, новую школу. Она сейчас существует, эта школа. И закончил ее. И в тот же году война началась, и меня мобилизовали в армию. То есть вы закончили сколько классов? Десять классов. Десять классов в 1941 году. В 1941 году. То есть это был ваш выпускной вечер, и началась война. Да, выпускной вечер был. И притом получилось так, что у нас выпускной вечер, а тут приходит, не помню кто уже, или с учителей кто-то, и говорит, вот так дожились мы. Война началась ровно в четыре часа, начали борьбить немцы Киев, и началась отечественная война. В тех пор я мечтал, чтобы еще поступить в высшее учебное заведение, в Хайдиве много внимания, в институты разные, в Киеве. Ну, ничего не получилось, вызвали меня в военкоманте, и сказали, что никуда не выезжал, выйти дома, потому что возраст твой же приличный, мы тебя агрессуем в армию. Павел Васильевич, продолжайте вспоминания Ваши. Так, когда меня призвали в армию... Вам было сколько лет? Восемнадцать. Восемнадцать лет было у меня. Если можно говорить подробнее. А, было мне восемнадцать лет. Сначала направили меня в бронетанковую часть, в город Чугуев, Харьковской области. Там мы пробыли, не так уж много, может быть, месяц. Как мама Вас провожала? Мама провожала, папа провожала. Даже мама приезжала в Чугуев ко мне узнать, как я, что, чего, да. Вот, плакала все. Из семьи еще кто-то пошел на фронт? Из семьи кто-то пошел на фронт? Из Вашей семьи кого-то еще взяли на фронт? Ну, нет. Из непосредственной семьи. Я один был сыном. Но у меня был военный брат, тоже Орлянский Михаил Алексеевич. Его раньше взяли в армию. И он служил тоже. В частности, в бою. Он сам железнодорожник. Учился технику железнодорожную. Миша. А теперь о Вас давайте. Значит, Вы поехали в Чугуев. Вас забрали. В Чугуев. Там сколько отучились. То есть, прошли, значит, службу армейскую. Ну, в направлении военных дел, да. А потом начали распределять в училища. Кого, куда. Определяли там. Мы же там прослужили уже сколько, месяц или два даже. Ну, и там определили наши руководители военные. Что, куда можно попасть. Ну, меня направили учиться в военное училище. Артиллерийское город. Это Куйбышев. Раньше он назывался Самара на Вологе. Направили туда. Я там промучился. Четыре месяца. Как Вы туда добирались? А, мы набирались туда. Это военные руководители были, погрузили нас в вагоны, в эти вот пули, да. И отправили туда. И там мы проучились четыре месяца. Присвоили нам звание лейтенанта. И сразу же на фронт. Я еще попал на фронт сюда, на Украину. Вот, в эти районы, в Харьковской области был. Потом отступали. Первый раз, когда попали там в бомбежку? Что испытывали, да, первый раз? Ну, там, когда мы ехали поездом, уже когда я закончил училище, и наша часть, в которую я попал после училища, она ехала в район туда, к Вологево, да. Ну, там бомбежка была, ну, такая незначительная, так что мало кто пострадал, мы остались в основном все живые. Ну, а потом, когда закончил я военное училище, меня направили, ну, там специальные войска были, особый пулеметно-артиллерийские батальоны были. Их называли мы «Прощай, Родина». Нас на первой линии фронтов собрасывали, определяли, и там мы, значит, отбивались, как могли уже. Тогда еще мало было такой возможности у нас, и еще ранее зоности не такой было, что же четко военный период, да. Ну, и мы все равно сражались, отбивались, ну, отступали. Большие потери были? Да, потери были большие. Я помню, когда нас направили, я же на Вологин, такое училище, потом-то направляли то в одно место, то в другое, и направили сюда, в район, вот, да. И потом, когда отступали мы, форсировали, как можно сказать, в обратный путь этот «Дон». «Дон», «Дон», Даня, скажешь? Ну, у нас есть и Днепр, есть и «Дон». Да, «Дон», вот, ну, переплыли кто как мог, вот, да, этот, и нас там собрали, подразделения организовывали, новые. А немцы подступали все ближе и ближе, вот, дошли уже и до Волги, и уплотнули, но близко уже дошли. Вот там мы сражались еще. Вы первый свой бой помните, где он был? Самый первый бой? Самый первый бой, это был, вот, на Дону. Вот, вот там был, где я участвовал в первом бою, это на Дону, когда отступали, думаю, да. Я еще помню, что немцы тоже на лодках, вручную на веснах таких плыли, а мы на той стороне были речки и стреляли с пулеметов по ним. И я замечал, что, видно, попадал я в этих солдат, что они начали кувыркаться уже и неопределенно. А потом началась бомбежка сильная наших частей, которые на той стороне Дона были. Ну, и там наших много погибло, я живой остался. Не помните, какой это был населенный пункт? Забыли. Забыл. А помню. Высле распамятила, да? Да. Были там населенные пункты, я еще помню неплохо, а теперь уже забыли. Ну, и таким образом, это уже начался период кувыркаться. Бога немцы подходила, да? 41-й год. Да, это уже был... 41-й. Ну, он жил под 42-й год. 42-й, да. В 41-м декабре и январе от Москвы погнали. Ну, и, в общем, нас там сформировали, тех, что остался живой, направили офицеров, солдат в особые, значит, там подразделения были, назывались батальонами, пулеметно-артиллерийскими батальонами. Я сам учился же, ну, артиллерии изучал, ну, пушечки у меня, я служил в основном в стрелковом полку. Ну, там артиллерия была, калибр 65-мм, пушечки противотанковые, вручную мы их толкали, направляли, ступали, вот, да, небольшие. И 7-6-ти, полковая артиллерия тоже 7-6-ти, старинная, пушечки 27-го года выпуска, вот, на деревянных колесах еще были эти пушечки, вот, да, пушечки 7-6-ти, это более покрупнее. А там в грязь, так же вот, вы же и осень, и зима все равно вручную. У нас лошади ж были, на лошадиной упряжке была, пушки таскали, наши пушечки, лошади, ну, возили. Ну, и в конце концов, значит, дошли мы до Станеграда, ступающая, и там началась уже такая битва, не нажись до смерти. Павел Васильевич, политрухи были? Политрухи? Да. Да. Готовили вас к битве, что они вообще делали? Потому что один ветеран говорит, да, не только мешали там, другие говорят, ничего, нормально. Там, где я служил, таких видов, со стороны наших политрухов, воспитывали нас в патриотическом духе. Конкретно, убедительно, вот, подводили нас к победе. Как готовили вас к Сталинградской битве? Понимали, что это очень важный рубеж? Да, мы это понимали и все говорили, что если и правительство, и товарищ Сталин тоже, если вы отступите от Сталинграда, значит, тогда немцы ровутся и дойдут до Средней Азии. Вот. Поживало, и пошел к Каспийскому морю. Да. Ну и когда мы были в Сталинграде уже, битва была там страшная. Полгода провоевали мы в этом городе. Много тысяч погибло людей, наших солдат и офицеров. Вы о себе вот расскажите, как вы, вот, что вы видели, когда вошли в разрушенный город, какие были люди, вообще, какие впечатления у вас остались, как битва проходила? Это какая армия освобождала Сталинград? В Сталинграде бои приняла на себя 62-я армия. Командовал ею Василий Иванович Чайков. Генерал, полковник он был. Такой боевой. Все время присутствовал там, в Сталинграде. Я сейчас вспоминаю такой момент, что Я с пулеметом заседал на чердаках домов, когда немцы подходили по улицам, да, и в том и стреляли с пулеметов с чердаков, да, по немцам. Они разбегались, но потом уже, когда начали бомбить немцы, вот, и долетали до наших районов, начали бомбить дома эти, один дом соседний, другой, ну, мы решили спуститься вниз, взяли пулемет и спустились вниз. И я, когда мы спустились вниз, я смотрю, Чайков и группа полковников, генералов, с ним стоит вот под этим домом, где я на чердаке был, с пулеметом стрелял. Вот. И они там обсуждали дела свои военные и решали вопросы об защите города Сталинграда. Ну, я там минутку остановился, вот, на меня так посмотрели, я понял, что мне тут не нужно, значит, мне присутствовать, и ушел в соседний дом, в подвал. С подвала мы в окошко установили пулемет, с подвального, ну, и начали оборонодержатели, да. Так вы находились внутри города? Да, все время в битве с Соленградской я был в городе, от начала и до конца. Там дела были очень страшные. Там сотня тысяч погибло наших солдат, офицеров. Немцев тоже перебили очень много. Я помню, смотрели, немцы вытаскивали своих и вложили на площадки такие городские, асфальтированные, своих погибших солдат и офицеров. Так пройти нельзя было тоже, ну, там же их было несколько тысяч, там, сотня тысяч была их там. Это когда они уже после окончания битвы собирали своих убитых? Еще битва не совсем закончилась, они уже собирали. Вот, когда мы там двигались, то вперед, то назад, то видели эти трупы лежат. Ну, и наших тоже солдат и офицеров много погибло. Ну, наших похоронили, а немцев? Немцев? Немцев тоже хоронили, вывозили их туда и за город. Вот, это впоследствии уже, за город копали ямы, значит, и закапывали, и заставляли копать ямы, закапывать самых пленных немцев. Вот, они это делали. В общую яму закапывали? Да, всех солдат, офицеров в общую яму. Вот, ну, а наших тоже погибло много. Наших в основном закапывали, там, Мамаев курган знаменитый был, да, за который сразу... Тоже было братское могило. Не каждому отдельно, а братское могило. Да, тоже там захоронили очень много наших солдат и офицеров. Я, впоследствии, после войны уже, какой-то год уже не помню, меня направили со Славянской, группа выезжала, это всероссийский был, всесоюзный. Такое было мероприятие, такое организование. Участники боев с Калиграда должны поехать в годовщину освобождения города. И в том числе я попал в эту команду и поехали. Вот, и были мы на Мамаев кургане. Вот, да, это был примерно 62-й год, или вот так вот. Я сейчас помню, что Чайков, Чайков умер. Вот, командующий армией нашей умер. И его тоже похоронили. Там же, на Мамаев кургане поставили ему памятник такой высокий, с портретом. Вот, ну, про нас доминовали. Продолжайте, пожалуйста. Ну, после Сталиградской битвы, когда закончилась она уже, она закончилась, когда же она закончилась? Вот, это ж всю зиму мы провели, наверное. Наверное. В зиму 42-м, 43-й годов. Да, наверное, в апреле месяце, в апреле месяце мы пошли оттуда уже сюда. За Сталиградскую битву получили какие-то награды? Да, получил я, ну, это медаль за вторую Сталиграду, знаменитая. Это медаль, да? Да, за вторую Сталиграду. Ну, покажите, пожалуйста, еще раз. Вот это вот. Ага, сейчас я ее увеличу. Сейчас я не делаю. А дальше пошли освободительные бои? Да, дальше пошли освобождать нашу советскую территорию. Направили нас сначала вниз по Волге, в сторону. Так, ну, в сторону. Ой, да где Волга, да, это Каспийское море. Каспийское море. Ну, мы туда до Каспийского моря не дошли, конечно. А тут раньше, в районе, где против местных было Донецкая область, Харьковская область, вот Харьковская сначала, в Рошелоградскую попали в Харьковскую, а потом с Харьковской сюда. Это были бои уже освободительные, это был 43-й год. Да. Что вы видели на оккупированной немцами территории? Как вас встречал народ? Да. Вот когда мы заходили в села, я хорошо запомнил наши вот в Донецкой области села. Майяки, город Изюк, Майяки. И потом, ой, ты кажешь, по асфальту, да. Долина. Голая долина, да. Все было разрушено. Ничего не осталось, ни одной хотенки, можно сказать. Осталось очень мало. И погибло много людей. Там похоронили, памятники поставили и нашим солдатам, вот когда ехать по главной улице, в сторону Харькова, асфальтная Нева, там возле Голой долины, еще какое-то там все, памятники стоят нашим погибшим освободителям. В этих районах я воювал, в нашей армии 62-я. Вы Славянск освобождали или нет? Да, Славянский район, мы часть, вот, мы тут воевали в маяках, это Славянский район, Майяки, Сидорова, да, и это, Святогорск еще, Святогорск освобождали. А не хотелось сбежать домой? Рядом уже? А я знал, что дома у меня никого нет, ни мамы, ни папы, они эвакуировались. Сразу же, как, вот, немцы пошли воевать, я в Чугуеве еще был, и когда же немцы с силой большой начали такое быстрое продвижение, ну, мама моя осмелилась и приехала в Чугуев, проведать меня, поинтересоваться, что со мной дальше будет, куда меня направят и тому подобное. А с кем родители работали, что их эвакуировали? Папа работал, мой папа, старый коммунист из 16-го года, ну, 1916-го года. Мама тоже патриотка нашей родины, везде принимала участие, вот, при советской власти. Папа работал машинистом на паровозе, Петр Федорович Кривонос, это мой бросьник стал, женатый на моей сестре двоюродной, вот, Нюся мне звали, Анна Влада Алексеевна, Анна Нюся ее называли, да? Ну, она постарше меня, вот, Петр Федорович, с 10-го года рождения, она с 14-го года. Чем знаменит Петр Федорович Кривонос? Расскажите, ведь многие уже не знают. Какой вопрос? Чем знаменит Кривонос? А, ну, Кривонос знаменит, как тогда, в те времена, 35-е, ну, в общем, 30-х годах, в начале 30-х годов. Старая пятилетка. Да. Началось движение железнодорожного транспорта, поднять его вперед, чтобы заслуживали и обеспечивали все необходимые дела для людей, для перевозки, для грузов, и таким образом снабжать всеми материалами все наше государство. И вот в 35-м году Петр Федорович Кривонос, ну, а перед этим еще ездил в Москву, как хороший машинист был, паровоза на ФД, это грузовой паровоз ФД, тяжелый. Вы знаете, какие фигуры? Это Ис, Иосиф Старин и Феликс Исмундович Дзержинский, ФД, Феликс Дзержинский. Вот, это называется ФД, а Ис, Иосиф Старин, те же самые формы паровоза, крупный такой, только у грузового ФД, колеса были маленькие, чтобы тянул он несколько тысяч тонн груза, эшелон такой. А Ис, это пассажирский паровоз был, быстроходный, там колеса почти 2 метра, у меня что-то помнится, что 1 метр 990, ну, в общем, метр 90, вот такой, чуть-чуть на 10 сантиметров меньше по диаметрам. Ну, и Федорович Кривонос на таких, на грузовых поездках работал, жил он на Миговке, сейчас и дом ее стоит, вот, ее отремонтировали, красивый такой, но там уже с родственником никого нету. Дом, потомки какие-то там остались незначительные, продали тот дом на Миговке, улице Железнодорожное. Там жила против этого Кривоноса дома моя возлюбленная девочка, жена в будущем, Зоя, долевая фамилия была девичьей. Ну, фотографии тут. Я потом сниму. Да, Кривонос прицепил вместо там какого-то количества вагонов, в два раза больше, да? Да, грузы большие он стал перевозить, стал рекордмером Советского Союза. Поэтому и присвоили Железнодорожного транспорта Кривоносовское движение. Да, социалистическое соревнование. Да, Кривоносовское движение по всем Союзу, да. Прелестно. Но я думаю, вы более заслуженный человек, чем Кривонос, потому что вы прошли войну с первого до последнего дня. Как продолжались дальше бои, вы начали освобождать Украину. В сентябре 1943 года начали освобождать Донбасс. Да, в Славянске освобождились, я не ошибаюсь, восьмого сетя. Шестого? Шестого, да. Ну, я помню, я что-то был, он был в Славянске, заходил, тут у меня товарищи, я заскочил, да, мой товарищ на вокзале жил, Гасневский Вячеслав Николаевич. Он последствия стал учителем в школе. Умер же три месяца тому назад. Тут у меня фотография есть. Да. Ну, ой, почему я... Дальше, куда вы отправились? Как вы попали в Германию? Я знаю, что вы были в Германии. Так, отсюда мы направились, значит, туда, в сторону, на юг, к Азовскому морю, освобождали Одессу. Вот. Одессу освободили. Расскажите, расскажите про Бартирии Одессы. Что вам там запомнилось? Ну, по ним там были тоже, не такие долгие, но были, наши подготовились хорошо. Бомбежки хорошие были, подтянули туда Катюши, вот, артиллерия работала. В нашем садковом полку тоже была артиллерия, меня называли «Прощай, Родина». Уши толкали руками вперед, стреляли. Ну, и я был в этом артиллерийском взводе, вот, 7-6 миллиметровых пушах был. Ну, за Одессу мы быстро справились с Одессой, завоевали, можно сказать, с Ходова, да. И он отступил, там, внестр, река, на границе с Молдавией, да. Вот, мы завоевали Одессу, отметили там еще. Как? Ну, собрали застолье маленькое, ну, это наши полковые руководители сделали. Нашли там помещение маленькое, столовую, да. Ну, и там приготовили, ну, можно сказать, холм, и все это, да. Ну, и отметили. Ну, и призывал наш генерал, командующая дивизия. Ну, а теперь, говорит, готовьтесь к штурму и наступлению Денистра. Нужно форсировать Денистр и завоевывать Молдавию. Вот, ну, и так мы пошли к Денистру, забыл, как называется, там, поселочки эти вот. Да, и мы форсировали мест, ой, как же, поселок. И там такие бои были страшные, что мы не могли бы стоять, и пришлось нам отступать. То мы форсировали речку эту, она быстрая, Денистр, она там, вот, течет, вот, да, впадает в черное шмареица. Вот, или в зубчике, черное. И, когда он там нас поджал, то мы форсировали, и наш старшина батареи, ну, мы офицеры были, а то старшина, но все равно, такой он боевой был товарищ, в возрасте намного. Вот, и говорит, ну, а теперь, товарищи, будем вторично форсировать Денистр, потому что такая необходимость, нужно сделать форсаж этой реки. Ну, и мы там отступили, нас встретили, вот, на той, на этой стороне уже. Ну, и через несколько деньков мы опять начали наступать, бомбежка была наша хорошая, артиллерийская, значит, артиллерийская подготовка была сильная, и мы снова перешли в Денистр и пошли наступление. И мы уже прошли несколько десятков километров, захватили территорию заново. Это было лето, в мае месяц, в конце, вот так даже, в мае, начало июня 43-го года. В 44-м, наверное. А, да. В 44-м. В 44-м, да, 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 да. В 44-м, да. Ну, это мы там простояли, затем нашу армию гвардейскую, Чайкова, перебросили совсем на другой фронт, аж под Белоруссией, на север туда вот, да. Там река, скажем, на границе. Ну, туда мы подошли, долго мы там и простоняли, готовились к наступлению и пошли в бой. Успевшие, значит, в армию гвардейской, там, которые были, и дошли до Польши. Павел Васильевич, на территории Белоруссии видели следы оккупации? На территории Белоруссии что вы увидели? Следы оккупации видели? Да, там погибло много людей, граждан, там организовывались партизанские отеляния, вот. И вышли на границе с Белоруссией, с Западной Белоруссией, знаете, вот, когда Западную Краину освобождали в 38-м году. В 39-м? Ну, в 37-м. В 17-м сентябре? Нет, когда, когда эти вот, поляки, а он, УПА этого, да, начало, а наши освободили Западную Белоруссию, они что выступали? Они присоединили Западную Белоруссию после пакта Молдова-Риббентропа, когда немцы уже схватились с 1 сентября до 17-го сентября в середину Польши, дошли, а потом 17-го сентября Транслярин взяла свои войска и присоединила Западную Украину, Западную Белоруссию, Молдову. Ну, тут я по праву что сделаю, что Западная Украина, еще войны не было, в 38-м году Советский Союз, ну, Украина и Белоруссия присоединили наши областя украинцы, которые были, бандеры, что там была, да, которые были под владением Польши. Это еще до начала Великой Отечественной войны, в 38-м году освободили Западную Украину, это я хорошо вспомнил, да, вот, я взрослый, да, и Западную Белоруссию освободили наши Советские Союзы. Ну, а потом, когда война началась, конечно, все это пошло наоборот, да. Итак, вы вошли в Польшу. Как поляки вас встречали? Поляки встречали нас очень плохо. Стреляли в нас, да, были там у них эти вот военные подразделения, сделаны были у них там и сооружения боевые, которые, с которых они стреляли по советской армии, по Красной Армии. А почему они вас так встречали плохо? Ну, они там были же, и руководство польское было очень такое враждебное к советской власти. Они еще претензии, это же Западная Белоруссия, Западная Украина, это же, ну, областей там Западной Украины, знаете же, да, вот, все принадлежало полякам. Понятно. И они потом истили и воевали. Там создавались целые подразделения крупные дивизии польские, армия, как же называлась это армией руководителей? Краева. Да, армия Краева была, да. Они там очень много делали вреда для наших войск. Подрывали и танки, и поезда, и все, что могли. Делали против советской власти, да, против советских. Но были те, кто сотрудничал с вами? Те, что сотрудничали, я конкретно таких не знаю. Знают то, что вот было враждебно настроены и с оружием в руках убивали. И вот моего солдата одного убили. Ой, как же шлифомидно. Помню. Убили его. Поляки убили его, да. Одного, другого. Я тут рядом был. Еще один солдат прыгнул в окоп. Говорит, не поднимайтесь, товарищ Лизмин, тут у вас тоже не бил. Убили его спасть, аури. Прыжком в окоп. Как вы наказывали за это поляков? Как наказывали? Ну, там были такие варианты, которых ловили. Сражавшиеся против Красной Армии, да. Их тоже на тот свет отправляли. Расстреливали или решили? Расстреливали. Наши не решили. Расстреливали. А по отношению населения. Население не принаказывали за то, что они так относились к вам? Ну, об этом я точно не помню. Мы... Относились они тоже плохо. Поляки. И эти западные украинцы, вот, да. Это были ужасы. Вы же, наверное, тоже помните, что при советской власти до последних дней, можно сказать, эти бандеры, бандеры АУЛ-УПА, украинско-повстанчинская армия называется, организация украинских националистов, они уничтожали много наших граждан, и граждан, и военных, уже когда закончилась война, в мирное время. А вы вот конкретные примеры знали этого, или это просто слова были? Ну, как... Сталкивались вот конкретно с этим, с таким враждебным отношением? Да. Когда я там воевал, мы чувствовали, нас предупреждали, и мы старались как можно меньше попадаться вот так в одиночку, тем более, где-то в районе жилищих, да, и в лесах, там и блендажихи, и мыли, и окопы были, у этих граждан, которые вою... стреляли военным нашим товарищам Спинева, да, тогда еще было. И это продолжалось, долгие годы продолжалось, да, после войны закончилась, присоединение, потом уже... Вы же помните, что это, ну, эти области... Как-то... Ну... Галичина, Буковина с Гарпатьей. Ага. Отсоединили как-то их... Ну, не отсоединили, а... Ну, там они эти... Вы Польшу быстро освободили? Польшу? Значит, мы пришли в Польшу на Висну, так? Вау. Это западные края пошли на Польшу, дошли до Висны, вот это центр Польши, можно сказать, да, а потом там мы навесли сравнительно долгенько, простояли вот. А потом... Ну... Какой же Галдюна? Это уже 44-й год? В 44-м году, да. Форсировали Висну. Сначала мы там делали сооружение, в общем, форсировали Висну, и пошли наступления. И дошли аж... Летом пошли и дошли до речки Одер. Это в Германии уже. Это уже 45-й год? Да. В 45-м году мы дошли до Одера. Там же все. Простаяли мы долгенько. На Плацтарме, заваливали Плацтарме. Ну, там же меня тоже раненый раз, второй раз. На госпиталя попадали, лежал раненый, да. А в госпитале на какой территории вы лечились? У вас в тыл отправили или прямо на территории? Нет, на территориях. В Польшу вас ранило? В Германии? Да. В тех раненых госпиталях у нас. Сюда советские дни, там передвижение госпиталя были. И кто нас там раненые брали, лечили. Куда вы получили ранение? Ну, одно ранение в живот получил. Делали мне операцию. Зашивали там. Желудок повреждённый был. Пах сюда, потом в ногу сюда пробили. Любое ранение. Ну, в общем. Лечили и ухаживали. Очень хорошо в наших госпиталях. Ну, тем же, я чувствовал, что я не умру от этих раненых. Но только когда в желудок попало мне, вот, пробило, так я страдал. Ну, врач сделал операцию, зашил мне желудочек быстренько, вытащил мне этот осколок. И он у меня дома был, сейчас домой привёз его. А потом потерял этот осколок, смотри, она. Да. Вы на территории Германии где были? В каких городах? Да. Ну, на территории Германии впервые, ну, там наступали мы, ну, что, Дрезден. Ой, так бы, если бы попало, то я бы сказал, что вот, я забыл название. Ну, и дошли до Берлина. Наша армия первая, она стала уже после того, как мы, вот это, после Славянской, дальше пошли туда, на юг, к Одессе, вот, на Дестре. Наша армия именовалась на 8-ю Вардейскую, уже у нас 9-я, да, то была 62-я, а потом стала 8-я Вардейская армия. Ну, и дошли мы, много освобождали городов в Германии, крупные, вот, и штурмовали Берлин. Я еще помню, форсировали Одер, а Одер – большая речка, это был конец июня и апреля, начало мая. И вот меня тоже ранило на Одере ранение, ну, такую ногу простыню, мне вот эта пуля бедровая. Ну, это было такое… Легкое. Ну, не смертельное. Я, значит, попал в госпиталь, в Медсанбад, там мне это, перемязку сделали, пробыл неделю или две, ну, и я попросил, чтобы меня выписали уже, да, ну, а там не задерживали, выписали, да, и попал я в свою часть, в свой полк, вот, в свою батарею «Прощай Родины», она называлась «Семь-шестини, сорока пятушка», да, кругами толкались, стреляли с ходу, да, вот, лошадей там некому было запрягать, лошадей запрягали тогда, когда передвигались, ну, в дальний путь целыми подразделениями или полк передвигался он, да. Ну, это, значит, меня ранило на Одере, да, ну, я там немножко пробыл в Медсанбаде, не в госпитале, а Медсанбаде, вот. Поперевязывали меня там кто-то, кто-то, и я вернулся в свою часть, да, и пошли дальше. Ну, и подходили уже мы к Берлину, к Берлину подошли, там оборона была у них крепкая, самолеты, значит, да, при том, эти вот американцы ж, англичане, вернее, торож вынимались с немцами ж, помните ж, да, по истории, вот, немцы ж форсировали там и Ломаш возле Англии, через них часть Англии уже начали там оккупировать, и когда, значит, когда мы там прорвали эту оборону, ой, ой, почему не остановилось? Вы прорвали оборону, то есть вы вошли в Берлин? Да. Ну, а потом, с Берлина, мы там провоевали долгенько, человек, и день-два, да. Как вы чувствовали себя победителем в Берлине? Говорят, повеселились, и по магазинам, да, все, и по женщинам, все это было? Ну, по женщинам, ну, там, кто мог, занимался этим делом. Было все-таки, да? Да, было, конечно. Вот. Ну, а потом... А, вот, говорили, три дня можно было грабить, брать все, что хотел? Да, так оно и было, конечно, да. Ну, нас предупреждали, что грабежа вот такого граждан нельзя строго. Предупреждение было, указание такое же, не лазьте по квартирам, по домам, не грабьте, не забирайте, ничего, да. Ну, а люди же разные, да, солдаты и офицеры, что же, ну, попадались такие же и грабили, и убивали граждан в мирных войнах. Ну, это бред, как нам было. И них, таких особых, которых выяснилось для примера, судили таким открытым судом, вот, привозили, собирали и приговаривали. Давали некоторым даже высшую меру, вот. Ну, а то, значит, десять лет, и, значит, война шла. Вот. Неколи судили, значит, давали там столько лет, и штраф в ад, вот, от провинившегося. За мороженство. Да, за мороженство, на передний край вот самый, наступать. Ну, там, где погибало много людей в войне, солдат наших. Вот. А то были подразделения специально, такие, провинившихся. Вот. Не полностью, но такие группы были, там, таких, провинившихся. Вот. Потому что, если все, там, в этих подразделениях будут, вот, такие судимые, то они могут, там, на туре, такой, их немцам умешать, вот, да. А то вот так, грубыми направляем подразделениям. А были немцы, которые вас с радостью встречали? Или со страхом? Вы знаете, были. Были немцы. Даже с радостью. Вот, поляки встречали нас очень плохо. Вот, очень плохо. Немцы, которые, тем больше и мирные, вот так вот, граждане, граждане, гражданские, да. Вот. А поляки, я помню, что вот в одном, в одном, в одном районе, в Польше, напали на наши, на наши подразделения и стреляли. Граждане, польские вооруженные, вот, да, и стреляли. И вот у нас подразделения формировались, ну, тоже же все вместе. Ну, это наступали и воевали с поляками, с гражданами, вот, да. И я помню, что и попал один, который, ну, который мне говорил, что пойдем, я тебе покажу то-то, 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 да. Вот, ну, там можешь пройти и свое подразделение провести, свой взвод там. Это где было? В Польше? В Польше, да. А что обещал показать то-то, то-то, то-то? Ну, где, блин, даже немецкие, где можно пройти, где можно их уничтожить, этих... Так, значит, были и такие, которые вам помогали, сотрудничали с вами? Так, помогали в таком смысле. Зазывали, взывали и сами убивали. И сами же поляки стреляли и офицерам, и солдатам, да. Вот такие были гады, да. И таких вариантов было, то ли мне, вот, помню, с нашего полка, вот, попадались вот такие бедствия со стороны Польши. Так, мы считали поляков хуже, чем немцев, солдат, да. Да, там такие были рады, что нам дать Бога, да. Были случаи насилия польских женщин? Может, из-за этого они злились? Нет. Нет, да? Так, я не помню. Вот ведь это шум, единички. И зачем же они не любили русских? А? Они не хотели советскую власть и тому подобное. Они все упрекали, собрали наш областей, вот сколько там областей, семи, не сколько западных, украинцев, да. Их территория была. Это польская территория стала, украина западная стала польской территорией. До самой войны вот была, да. До 1938 года, когда наши освободили, и тоже было все время под поляками. А потом, когда война началась, поляки тоже воевали с нами вместе, с немцами. Подразделения, части, все это, армии были, польские наступали на нас, вот, с самого начала до конца, вот, поляки были, издевались и казнили хорящим немцам еще. Вот, и вешали, и садили, да, такие, делали штыки, вот, и живем садили, вот, да, и умирал солдат наш. Это ужасно, да. До Рейхстага дошли? До Рейхстага, до Гавлини дошли? А как же, я штурмовал Рейхстага, да, помню это здание, с красным кирпичом сделанным. Я еще свое имя там выцарапал большими, так, буквами, нашел такой, или зубин, или штык Антоновым, и выцарапал. В частности, говорит, царапал, уже битва кончилась, да, за Рейхстага. Так я, в частности, свое имя оставил Парла. Больше там не напишешь, так я, Парла, на каждом кирпиче, красный кирпич там был, какими-то, такими буквами, глубиной, точнее, как палец, выцарапал такие ванны. Да, до Рейхстага дошла наша армия. Что испытывали? Какие эмоции? Как узнали, что конец войны? Где вы были? Ну, когда война кончилась, мы были в Берлине. В Берлине мы вошли в конце апреля, ну, в апреле, а война кончилась уже совсем, 9 мая же. Так что мы были в Берлине, наша армия. Но подписали капитуляцию в ночь, 8 мая. Как вы узнали? Ну, об этом сообщались наши же военные пропагандисты и политические работники армейские. Все это было известно. Выпили? Да, выпили. В подвале мы еще были, больше не было, там, в Берлине, в подвале. Угощали нас, привезли водку, закусечку, ну, и выпили за День Победы. Ну, потом служили еще. Вы еще остались служить в Берлине? Чем вы занимались там? Ну, так же, воинской части, так и продолжал служить. Что вы там делали? Ну, там наводили порядки, значит, вода. Ну, само собой, занятия происходили военные, подготовки всякие. Ну, и нас предупреждали, что будьте всегда бдительны, будьте внимательны, что могут из-за угла где-то и стрелять по вас. Так что имейте ввиду. Но мы, наверное, ж не просто стояли и охраняли свою морскую часть. Вы же что-то там делали. Ну, что мы делали? Такого мы для восстановления этих разбитых мы ничего не делали. Тоже немцы мобилизовывали, а граждан и военных немецких, но они уже там попередевали себя, в общем, организовывали более патриотические. Немцы же тоже были коммунисты, вот. Да. И в том они там были, организовывали, а наши вели наблюдение, наше руководство военное, политическое. Да. Так что работа там была в многом, в первые годы. Как долго вы были в Германии, служили? Ну, в Германии... До какого года? До сорок... Начало сорок седьмого года. Вот. Вот. А потом уже сюда... Демилизовались, да? Да. А потом вскоре меня взяли на службу опять, более такую, в те времена, комитет государственной безопасности. Вы в КГБ работали? Да. Тоже в военной службе этого. В Славянске? И в Славянске, и в Краматорске. И посылали в западную командировку, там с Мандерной воевали. Это ужас, что... Да. Там доставался... Очень страшные дела были, да. Да. А у нас в Славянске были люди, в Краматорске, которые сотрудничали с ОМУПА? Да. Были? Да. Это в основном те, которые переселенцы были оттуда, в западных областей, в наши областя, которых направляли, давали им работу на заводы, на фабрики, в сельское хозяйство. И они тут творили гадости. Что они делали? Да, они все подрывали всю эту... И моральный дух, вот, перестраивали на свой националистический, украинский, бандеровский вода, да. Да. Ну и... Были случаи, что аварии на железных дорогах, крушения устраивали по Донецкой области, по другим областям. Это они творили. А может, это не они творили? Вот сейчас же тоже и аварии, и крушения. А, ну, может быть, это другая причина была? Ну... Может быть, это были и такие служебные непорядки. Да, они приписывали. Ну и были вот такие враждебно-вредительские, подрывные действия проявляли эти националисты украинские, вот, да. После войны, что там творилось? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Мне вот, когда я был в КГБ, да, послать хотели меня... Я в Краматорске служил, комитетно-оснационально-безопасности. А один сотрудник наш, Гичко, фамилия, до сих пор помню. Вот. Я так не хотел туда ехать. Я ж там войну был, знаю. Он говорит... А он обратился туда, вот, к руководству, говорит... И говорит, что я, ну, не хочу, пошлите меня, я там послужу с удовольствием. Он постарше меня был, он, наверное, с 12-го года, вот так вот. Поехал туда, пробыл там сколько, может, месяц-два, ну пусть, полгода, не больше. И там её зарубали, бандели, да, зарубали. Ну, это ж уже был такой год, наверное, 50-й же, по-другому, да. Да. Думаю, только я поехал бы, и там меня... Павел Васильевич, а как Вы вот с людьми, которые были на оккупированной территории, как их проверяли? Как людей, которые в плену были? Я вот знаю, кто был в плену, они должны были каждую неделю или каждый месяц ходить отмечаться в сельские советы. Это уже в мирное время, после войны. После войны, да. Ну, у нас была же агентура своя, которая работала с нашими товарищами, да, и сообщали, что вот такой-то, такой-то ведёт себя вот так-то, вот так-то. Ну, и там применяли меры. Какие? Ну, в другой раз, значит, проверяли дополнительно их, но особых таких опасностей, которые не вызывали, их выложили в управление. Ну, то ли в Донецкой отправляли, то ли в местных органах, там где, кто служил по городам в Донецкой области. У нас областные управления комитетом безопасности. Донецкая, там, Харьковская, Луганская. По областям это одно руководство было в области. Ну, и в городах, само собой, начальник комитета безопасности, города Славянска, например, да. Вот, надо было верить. Ну, после верить... Много невинных осудили? Невинных? Нет. Нет? Да нет. А там, вот, культ личности Сталина, что очень много невинных осуждено. Ну, это, это культ личности Сталина, это период довоянный ещё. 1937-1938. Да. А что, после войны не было репрессий? Ну, таких репрессий, как и не было. Тогда, после войны, занимались лично вот такими делами, именно такими делами, которые предательством занимались в пользу немцев, да, оккупантов, вот. И, которые помогали всяким образом, вот. Создавали там группировки всевозможные. Мы, в особенности, это в западных областях Украины отмечались. И те, которые приезжали не к нам сюда, в наши районы, в восточные областях Украины, эти вот, банды родственные, да, они тоже занимались этим делом. Какие награды у вас за войну? За войну? Награды какие за войну? Ну, да, да, всех за войну. А назовите их, пожалуйста. Ну, орден отец войны первой степени, орден отец войны второй степени, два ордена красной звезды, орден Богдана Хмельницкого, вот этого. Ну, еще там орден Александра Невского, где-то я ее положил и не нашел, но я помню на Александру Невского. Знаете, был еще в старое время Александр Невский, но Нева, это что, Ленинград, да? Да, да. Ну, вот это медали, это всевозможные. Сталинград, города Берлина, Варшава, ну, такие знаменательные награды, медали, да, да. Ну, вот два ордена красной звезды. Да. Орден красной звезды просто так не давали? Да, конечно. И орден отечественной войны, это боевые ордена. Вы помните, за что вам дали ордена красной звезды? Ну, это все первое я получил за Сталинградскую битву. В этих фотографиях. Фотографии военных лет. 1945 год. 1944 год. Боевые друзья. Фотографии сделаны. Сразу после войны. После войны. После службы в Германии. Службы в Германии до 1947 года. Войны. Войны-освободители. Город Селинрода. Город? Селинрод, да. Город Селинрод. Там написано. Там это написано? У-лу. Город У-лу-лепр написано. Или не про лепр читала? Город Селинрод. 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 Здравствуйте, товарищи. День победы, боевые товарищи. День победы, боевые товарищи, боевые товарищи, боевые товарищи, боевые товарищи. День победы, боевые товарищи, боевые товарищи, боевые товарищи. День победы, боевые товарищи, боевые товарищи. Вас не возмущает сейчас, как власть относится к ветеранам Великой Отечественной войны? Да я так особо не вникал в это дело. Конечно, могли бы лучше относиться. Заслужили мы, отстояли наше огромное советское государство. А теперь власть переменилась, встали все частные лавочки, открытые все, капитализм образовался. Не хотел бы, но не в таком смысле, чтобы там судилось. А в последние годы Сталин переменил, значит, свои дела. Если бы не Сталин и победы у нас не было, это он смог отстанять позиции военные. А как же миллион жертвы? Сталин-то жив, остался. А 27 миллионов советских граждан погибло. В войну? Да. В первые годы, ведь год отступлений, поражений, пакет необоснованных. Вы не считаете, разве что-то Сталинская ошибка? Это дело было внезапное, неподготовленное. Поэтому наши отступали, погибали. А потом, если бы не Сталин, так многие уже говорят, если бы не Сталин, то никто бы не мог организоваться, силы свои проявить и пойти в наступление могучее. И выгнать с нашей территории Советского Союза всех оккупантов немецких фашистов и дойти до Берлина и уничтожить их власть Гитлеровскую.